Всем привет! Меня зовут Стася Грик и сегодня мы начинаем разбирать тему шугаринга. С сегодняшнего видео я буду рассказывать о всех правилах и тонкостях шугаринга. Итак, начнем с понятия шугаринга. Слово шугаринг происходит от английского слова sugar, что означает сахар. Под шугарингом понимается сахарная депиляция. Данный вид депиляции был известен еще в древнем Египте. Это очень старая процедура. Только более усовершенствованная в современном мире. Для шугаринга необходима сахарная паста. Почему же паста называется сахарной? Потому что основной ингредиент это сахар. Ну, по крайней мере, при изготовлении домашней пасты используется сахар. А при производстве профессиональной пасты используется глюкоза, фруктоза и вода. Это очень важно запомнить. Потому что в хорошей пасте должен быть именно такой состав, без каких-либо других компонентов. Но об этом мы поговорим позже. В чем отличие восковой депиляции от шугаринга? На самом деле, проще сказать, что общего у них. А общее это удаление волос с тела. Это абсолютно разные по составу вещества. Разные техники используются при работе и разные результаты. Например, сахарную пасту мы наносим против роста волос. А воск по росту волос. Об этом мы тоже подробнее поговорим немного позже. Шугаринг является самым безопасным удалением волос. Шугаринг можно делать даже подросткам и беременным женщинам. Противопоказаний у шугаринга совсем мало. Давайте разберем их. Первое это индивидуальная непереносимость одного из компонентов. Но от этого никто не застрахован. Есть люди, у которых даже непереносимость воды. Производитель снимает с себя ответственность, написав на банке об индивидуальной непереносимости. Мы в свою очередь можем рассказать состав клиенту. И если он подтверждает отсутствие непереносимости или не знает об этом, то мы смело можем работать. Если вас что-то сильно настораживает, проведите тест. Обработайте небольшой участок и последите за реакцией в течение суток. Если реакция адекватна, смело приглашайте клиента на процедуру. Следующее противопоказание. Сахарный диабет во время повышенного сахара. Что это значит? А это значит то, что человек, у которого сахарный диабет, имеет всегда при себе глюкометр. И перед процедурой лучше измерить уровень сахара. Если все в норме, то можно работать. Если нет, то лучше перенести процедуру. Потому как в случае ухудшения состояния клиентки, ответственность будете нести вы. Конечно, глюкоза не может проникнуть через кожу в кровь и нанести вред. Но при повышенном сахаре регенерация кожи намного ухудшается. И любое травмирование кожи может привести к язвочкам и долгому заживлению. Поэтому лучше воздержаться. Следующее противопоказание. Это повреждение кожных покровов. Сначала лечим кожу, а потом работаем на ней. Различные новообразования на коже. Также являются противопоказания. Мы можем оставлять участки, где они находятся. Но лучше посоветовать клиенту обратиться к врачу. Что касается беременных, то тут все индивидуально. Если девушка ходила до беременности и нет угроз выкидыша, об этом нужно спрашивать своего врача, то можно продолжать процедуру. Если же девушка пришла беременной в первый раз, то нужно быть очень аккуратными и при сильных болевых ощущениях отказаться от процедуры, дабы не спровоцировать выкидыш. Вот и все, пожалуй. В следующем видео мы поговорим о том, какую пасту выбрать для шугаринга. С вами была Стася Грик. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.